Всем привет! У нас в Беларусь пришла настоящая зима Минус 12 на данный момент Но ощущается как минус 20 И сегодня хочу вам показать Вещь которую я приобрел Совсем недавно Очень полезная, очень классная Смотрите Назад в СССР Примус Рекорд 1 Нашел в интернете Стоимость чуть меньше 15 долларов Вот у нас инструкция Давайте посмотрим Что тут написано Примус Рекорд 1 Зажигание Примуса Как его собрать Ну тут в принципе все просто Так, инструкция Пока в сторону Ну и вот Сам Примус Коробку уберем И вот друзья Смотрите какой красавец Латунный Примус Гравировка Рекорд 1 Название завода 73 год выпуска Друзья Посмотрите 73 год Состояние Нульцевое В использовании Не был Даже ни разу Не зажигался Вот это красота Так, тут еще Кольцо должно быть В коробке Было указано Вот оно Видно, да? Кольцо новенькое Даже не опаленное Вот так вот Оно одевается Наверх Устанавливается Сюда Давайте Почитаем В инструкции Что же там написано Так Подготавливая Примус к работе Необходимо Надеть на горелку Кольцо Направление Пламени Так, так, так Ну тут в принципе Все ясно Конструкция Очень простая Прочистить Форсунку Перед началом Работы Сведения Покупателя Гарантийный срок Установлен на Примус 12 месяцев Это сколько лет? Вот родной Его паспорт 73 год Я в шоке Так Сохранился Так Инструкцию Пока уберем В коробку Так, друзья Это Примус Который я нашел Случайно Вот У меня есть Такой же Примус Только чуть-чуть Уже Младшая модель Но он В принципе Такой же Самый Экспортный Вариант Сейчас я вам Покажу Итак, друзья Вот мой Второй Примус Вот этот Новый Который я Недавно Купил Только при вас Распаковал И Примус Который у меня Уже был До этого Который я беру С собой На природу На рыбалку То есть Он у меня Постоянно Лежит в машине Вот Вот такое Ведерко Я его Ставлю Вот так Вот Спокойно Берешь Ставлю Ведерко Тут Бутылочку Рядом С керосином Запасную И все Просто Закрываю Крышкой Поставил Машину В багажник И Он стоит Никому Не мешает Вот так Где-то Если в дороге Даже едешь Да Там Мало ли Или сломался Ты Или что Достал Этот примус Чайничек С собой И все Ну так Друзья Смотрите Для работы Этого примуса Вам необходимо Сделать Вот такую Вот Заготовочку Вот так Вот она Выглядит Обычная Алюминиевая Шинка Маленькая Такая И Заплескал Я Два усика От обычной Щетки По металлу Они Примерно Сантиметр Сантиметр Может Чуть Больше В длину Тоненькая Такая Это Необходимо Для того Чтобы Прочищать Вот этот Вот Вот Эту Саму Форсунку Вот Таким Способом Она Делается Оставляется Вот Вы Прочистили Все Достаете Закрываете Вот этот Клапан Крышка Закрыта Плотно Клапан Плотно Пару Раз Качаете Обычная Система Как В паяльной Лампе Вот Одной Рукой Неудобно Пару Раз Катанули Но Главное Не Перекачать Все Обычная Газовая Горелка Нам Понадобится Для этого Вот такая Всем Известная Можно Использовать Сухой Спирт Вот сюда Ложится Сухой Спирт Поджигается И путем Нагрева Происходит Воспламенение Открываем Газ Мороз На улице Да Видно Пламя Еле Горит И то Это я С помещения Занес И так Нагреваем Вот эту Часть Греется Именно Вот эта Часть Не вот Эта Не вот Эта Вот Низняя Часть А именно Вот Эта Потому Что Тут Находится Алюминиевое Колечко В качестве Прокладки Вот здесь Вот И Если перегреть Оно может Расплавиться Придется Запаивать Потом Нагреваете Немного Ну Газовую горелку Использовать В этом случае Лучше всего Нагреваете Создается Давление Так Газовую горелку В сторону Еще пару раз Качаем Раз Два Все Пошел Керосин Поджигаем Все Примус Горит За счет Того Что Нагревается Вот этот Бачок С керосином Создается Давление Увеличивается Пламя Ну Вот Этой Штукой Подкачиваем Ребята Очень Удобная Вещь Газовая Горелка Вот Такие Вот Баллончики Да Вот Как Используют Смотрю Часто На рыбалке Это Все Ерунда Если Холодно Он у вас Гореть Не будет А вот Этот Работает В любой Мороз Это Также Керосин Керосиновая Лампа Вот Примус Работает На бензине На солярке На спирту На керосине В общем Все что горит Все можно использовать Солярка Пожалуйста Ну От солярки Много Копоти Поэтому Лучше всего Использовать Керосин Я Покупаю Покупаю Керосин В канистрах Пятилитровых Продается На заправках Чаще всего Встречается Стоимость За 5 литров Примерно 6 долларов Я покупаю И целый сезон На рыбалке Да и не только На рыбалке Бывает Даже Где-то В дороге Едешь Остановился Достал Чайник Вот такой Чайник Еще у меня Есть Смотрите Ребята Советский Чайник Тоже Черный Стоял На костре Поэтому Весь Черный Но он Черный Даже Красивее Будет На мой Взгляд Вот Это Чайник Был Дырявый Мы с Отцом Взяли Алюминиевую Проволочку И просто Заплескали Дырочки И все И он Не пускает Чайник Тоже Очень Старый Алюминиевый Родной Крышки Для этого Чайника Не было Поэтому Пришлось Выдумывать Самому Вот Сделали Вот Такую Крышку Это Обычная Тарелка Чаще Всего Их Используют В больнице Дают Обеды Там И прочее Вот Такая Алюминиевая Шинка Приделана Просто Два Клопа Вкручено И все На чайник Ложится Очень Плотно Прилегает И чайник Закипает Гораздо Быстрее Чем Без Крышки Вот Я Налил Сюда Воды В чайник Видно Видно Плохо Но На две Кружки Примерно Вот У нас Ветер Подул И Примус Задуло Сейчас Подождем Еще Раз Набрал Воды Примерно На две Кружки Чтобы Закипятить Сейчас И Показать Вам Как Долго Он Нагревается Вы Сами Убедитесь Что Это Гораздо Лучше Чем Газовая Горелка Накрыли Примус Наш Горит Подкачаем Подкачали Хорошее Пламя Единственное Знаете Что Да Он Боится Ветра Но Это Нормальное Явление Для Этого Просто Взял Вот Такую Жестянку Сделал Просто Выгибается Без Проблем И Вот Таким Вот Способом Ставится Все То есть Откуда Дует Ветер Туда И Ставите И Все У вас Не Задувает И Прекрасно Примус Работает Давайте Поставим Чайник Вода Уже Почти Замерзла В этом Чайнике Вот Так Вот Он Работает Все Очень Просто Примус Очень Ну Он Небольшого Размера Вот Моя Рука Вот Моя Рука Вот Сам Бачок Высоту Примерно Сантиметров 25 Диаметр Вот Этой Вот Подставки Верхней Ну Вот Вы Можете Видеть Это Тоже До 20 Сантиметров Очень Удобно Можно Поставить Любую Кастрюлю Можно Поставить И Казан А Также Чайник Вот Так Вот Он Работает Следующее Смотрите Друзья Вот Вот Это Газовая Горелка Да Ну Это Вообще Ненадежная Система Брать С собой Такую На рыбалку Конечно Очень Удобно Вот У меня Есть Такая Была Такая Же Самая Но Это Уже Накрылась Окончательно Ее Уже Не Спасти И Есть Еще Вот Такая Это Более Дорогая Это Это Дешевая Частая Проблема В том Что У них Начинает Травить Газ Пропускает То есть Ребята Если у вас Такая Проблема Не стоит Выкидывать Вот Эту Фигню Или Бежать В магазин Покупать Новую Все Делается Очень Просто Сейчас Я На примере Вот Этой Поломанной По Быстрому Раскручу И Покажу Вам Как Быстро Устранить Ну Естественно В домашних Условиях Как Быстро Устранить Вот Эту Неисправность И Газовая Горелка Прослужит Вам Еще Очень Долго Пока Чайник Греется Сейчас Я вам Покажу Так Друзья Чайник Наш Уже Почти Закипел На улице Еще раз Повторю Минус 12 Ощущается Как Минус 20 Руки Отмерзают Напрочь Вообще Я специально Достал на улицу Чтобы показать Вам Что он Действительно Может Работать На морозе Итак Друзья Вот Смотрите Газовая Горелка Два Болтика Вот Я их Только Что Выкрутил Вот Один Вот Второй Ничего Не надо Снимать Просто Снимаете Два Болтика Разбираете Вот Она У вас Разложилась Полностью Достаточно Просто Открутить Взять Вот Тут Есть Болтик Такой Сейчас Я его Тоже Выкручу Вот Этот Болтик Выкручиваете Где То Этот Болтик Стоит В каких То Горелках В каких То Не Стоит Вот Я его Выкручиваю Все На ваших Глазах И Вот Эту Штучку Вот Этот Краник Откручиваем До Конца Достаем Вот У нас Обычная Система Вот У нас Стоит Две Резинки Да Вот Видите Одна Манжета Вот Вторая Манжета Вся Причина В основном В 95 А может быть Даже И больше Процентах Именно В этих Манжетах Чтобы Эту Горелку Починить Необходимо Снять Одну Манжету Просто Иголочкой Либо Шилом Можно Достать Аккуратненько Вот Эту Снимаете В эту Сторону Вот Эту Чтобы Не Снимая Туда Снимаете Сюда Просто Берете В это Место В один Слой Подматываете Обычную Нитку Вот Эту Черная Нитка Один Слой Буквально Там Пару Витков Сделали И Одеваете Сюда Вот Эти Манжеты Все У вас Получается Увеличивается Уже Резинка В объеме Можно Еще Немножко Графитовой Смазкой Маленькую Капельку Так Чуть И все Вот это Я уже Сделал В принципе Но У меня Не хватает Тут деталей В этой Горелке Поэтому Я Не смог Собрать До конца И все Вот это Вся Причина Больше Ничего Не надо Делать Все Вот эти Резинки Которые Казались Бы Дубовые Да Вот эти Резинки Которые Вот Стоят Они Как правило Даже Дубовые И то Работают Вся Причина Именно В этих Манжетах Вы Сделали Вот так Вот Как я Вам Волтик Вкрутили На Место Собираете Горелку И Пользуйтесь У вас Не будет Пускать Даже Самая Китайская Самая Дешевая Китайская Да Вот такая Вот Горелка Это Ну Очень Хреновая Горелка Не покупайте Такие Даже Если Берете Берите Подороже Что Нибудь Вот Такого Плана Но Даже Китайская С помощью Такого Нехитрого Способа Начинает Работать И Газ Не Травит И Эта Горелка Прослужит Вам Еще Долгое Время А Тем Временем Чайник У нас Уже Ну Еще Не Закипел Еще Не Закипел На улице Очень Холодно Вода Была Очень Холодная Вот Подкачал Немного Примус Он Вышел На свою Рабочую Вот Ставим Чайник Он Уже Почти Закипел Но Пока Я Рассказывал Про Эти Манжеты Про Эти Газовые Горелки Давление Упало Потому Что Примус Только Где-то Ну Процентов 40 Заправлено Не Больше Керосина У меня Не Было Закончился Сейчас Я Подкачал И Он Уже Почти Закипел Я Уже Тут Сделал Взял Все С дома Чая Сахара И Сейчас Нальем И Посмотрим Вот Такая Друзья Простая Конструкция Очень Надежная Практически Безотказная В этом Примусе В новом Также Есть Вот Такое Колечко Оно Здесь Одето Это Запасное Колечко В случае Того Если У вас Выйдет Из строя То Но Как Правило Оно Из строя Не Выходит Потому Что Раньше Делали Как Положено Зверь Смотрите Какое Пламя Сейчас Я Вставлю Фрагмент Как Я Был На Рыбалке И Готовил На Этом Примусе Пламя Пламя Допустим Сильное Вы Что-то Готовите Вам Надо Сделать Поменьше Огонь Просто Вот Этим Клапаном Регулируйте Чуть Чуть Открутили Пламя Пламя Падает Давление И Вы Обратно Раз Закрутили Все Пламя Уже Меньше Надо Еще Меньше Обратно Открутили Чуть Пламя Упало Опять Закрутили Вот Маленькое Пламя Маленький Огонь Надо Быстрее Соответственно Взяли Подкачали Подкачали Пламя Увеличилось Все Очень Просто Ну что Друзья Тем временем Наш чайник Уже Закипел Примус Работает Идеально Вот Эту Штучку Сделали Не Не Обязательно Чистить Каждый Раз Оно Пламя Покажет Когда Примус Забьется Оно Покажет Вот Так Вот Ну что На улице Мороз А мы Наливаем Наливаем Чай Горячий Вот И все Готово Приятного Чаепития Кому Понравилось Это видео Подписывайтесь На канал Оценивайте Пишите Комментарии Что вы Думаете По поводу Этого Чуда Прибора Прибор Действительно Очень Классный Работает Безотказно Работает В любую Погоду Холодно Не холодно Не важно Так что Советую Всем Примус Недорогой Смотрю В России На Авито Их очень Много Продается Тоже Есть Нульцевые Примусы В коробочках С документами Совсем Ну Это Конечно Не обязательно Но Просто Так Для экзотики Вот Этот Новый Примус Я пока Использовать Не буду Пускай Он стоит Как Запасной Вариант Основной Вот Есть Работает Без проблем Всем Здоровья Не болейте До Скорых Встреч Субтитры Субтитры